После февральской революции и свержения императора Николая II власть в России была взята временным правительством. За все прошедшие месяцы временное правительство сталкивалось с многочисленными кризисами. В обществе преобладали антивоенные настроения и недовольство дефицитом хлеба, а также Россия пережила военное восстание генерала Корнилова. Ленин в момент начала Октябрьской революции находился в Финляндии после вооруженного восстания в июле 1917 года целью которого было взять власть в России. На момент октября 1917 года у главы Временного правительства Александра Керенского была информация о готовящейся повторной попытке вооруженного восстания и попытке захвата власти большевиками, однако события 25 октября стали абсолютной неожиданностью. Было ощущение, что все это завершится провалом, как восстание большевиков в июле. Утром 25 октября части Петроградского гарнизона и отряды Красной Гвардии заняли ключевые точки столицы, а именно станции почты, телеграфа и телефона, а также большинство мостов, вокзала и электростанцию, а верные временному правительству отряды юнкеров практически не оказывали сопротивления. Керенский в свою очередь отправился в штаб Северного фронта в попытке найти поддержку в подавлении восстания. Днем 25 октября было захвачено здание, в котором заседал предпарламент. Верные временному правительству войска стали складывать оружие, однако правительство в Зимнем дворце отказывалось покидать здание и уже в ночь на 26 октября большевики начали штурм Зимнего дворца, также он был обстрелен из артиллерии, значительное сопротивление большевикам оказано не было. Войдя в зал заседаний Временного правительства, всех министров тут же арестовали. В ночь на 26 октября было опубликовано обращение рабочим, солдатам и крестьянам объявившие о свержении Временного правительства. Вечером 26 октября, съезд принял первые декреты, а именно декрет о мире и декрет о земле. Все это время Александр Керенский пытался вернуть власть. По его приказу Казацкий корпус во главе с генералом Красновым двинулся на Петроград с целью арестовать лидеров большевиков и вернуть город под контроль Временного правительства. Был организован Комитет спасения Родины и революции, который должен был организовать восстание против большевиков. Комитету подчинялись юнкера, которые напали на телеграфную станцию и сумели лишить связи Смольной. Однако верные большевикам части смогли нейтрализовать угрозу. В результате противостояния длившегося до 2 ноября, большевики взяли власть. Керенский был вынужден бежать, переодевшись в форму матроса. Впоследствии он эмигрировал за границу. Редактор субтитров А.Семкин